Библейский портал экзегет.ру представляет Для библейского портала экзегет читаем 8 главу 1 Маковейской книги в переводе под редакцией Брагинской. Ну и у нас с вами 8 глава, она даже необычно выбивается из всех остальных, потому что идет речь о маковейских войнах, о том, как восставшие иудеи пытаются сбросить власть селевкидов, селевкидов, держава которой они до этого принадлежали, то пытаются с ними договориться, то наоборот задавить силой, но задавить силой не удается, а договоренности они не держат. Понятно, что в этой ситуации нужно искать сильного союзника. Иудея все-таки очень небольшая страна, и в военном столкновении она не может постоянно побеждать. Но тем не менее, вот говорится о том, что сначала они побеждали сами, и лишь потом в 8 главе упоминается поиск этих самых союзников. Кто же будет союзником? А у нас с вами середина 2 века для нашей эры. Ну есть там одна будущая великая держава, которая пока не самая великая, но динамично растет и добивается больших успехов. Между тем, до иуда дошла молва о римлянах, дескать, у них большая сила, они рады всем, кто к ним присоединяется. Со всеми, кто к ним приходит, они заключают дружбу. Это, кстати, правда. Рим рос не только силой своих легионов, но и силой своей дипломатии. Все, кто был готов с Римом договориться, получали эту договоренность. А что у них большая сила, это стало им и ясно из рассказов об их войнах, и о том, как доблестно сражались они с галатами, которых одолели и заставили платить дань. Ну, галаты там, очевидно, неподалеку случились, потому что, в принципе, римляне очень много с кем воевали. А галаты — это кельты Малой Азии. И о том, что они сделали в стране Спании, чтобы овладеть тамошними серебряными и золотыми рудниками. Это уже карфагенские войны, когда они испанские колонии себе забрали. Как они благодаря дальновидности и упорству владели всей этой местностью, хотя находится она очень далеко от них. И как, когда на них шли цари с края земли, они разгромили их, нанеся им сокрушительное поражение. А те, кто спасся, ежегодно платят им дань. И как Филиппа и Персея, царя Китеев и прочие, кто восставал против них, они сокрушили в битве и подчинили. Тут различные истории про победы римлян. Это македонский царь Филипп и его сын Персей. И как антиоха великого царя Асии, который выступил на войну против них, располагаясь 120 слонами, конницей, колесницами и огромным войском, они разбили. Это как раз предшественники тех самых антиохов, которые упомянуты в этой книге. Вот антиох третий действительно воевал с римлянами. Они взяли его живем и постановили, чтобы он, равно как и те, кто будет царствовать после него, платили им большую дань, дали заложников и в качестве отступного землю индийскую, индийскую и лидийскую, из лучших своих земель. А римляне, взяв их у него, отдали царю Эвмену. Ну, Индия тут вообще ни при чем. Собственно говоря, эти как раз географические области не очень здесь к месту. Ну, неважно. В общем, римляне разбили селевкидов. Это уже было. Рассказали ему о том, как люди из Эллады задумали прийти и уничтожить их. Но они узнали об этом замысле и послали против них всего одного военачальника. Сражались с ними, многих из них сразили, взяли в пленых жены детей, захватили их добро, владели их землей, разрушили их крепости и сделали их своими рабами и по сей день. Ну, здесь у нас с вами идет речь про войны, соответственно, с греками, с Ахейским союзом, который вообще-то собирался освободиться. И на самом деле это небольшой такой здесь анахронизм, то, что это все произошло в 146 году, а у нас пока 160-е идут. Это же до нашей эры, поэтому чем больше номер, тем раньше было событие. И о том, как они разорили и поработили все царства и острова, когда-либо им противостоявшие, а со своими друзьями и с теми, кто на них полагался, сохранили дружбу. И как подчинили они царей ближних и дальних, и всяк, слышавший молву, о них убоялся. Захотят они помочь кому-нибудь возвести на царство, не возведут. Захотят сместить, сместят. И превознеслись очень сильно. Тем не менее, никто из них не возложил на себя венец и не облачился в парфиру, чтобы таким образом возвеличить себя. Это будет потом, пока Рим республика. Они завели у себя советы. Каждый день 320 советников непрестанно там совещаются о том, как достойно управлять своим народом. Это, конечно, Сенат. И у него действительно высшие полномочия. Они доверяют одному человеку править имя в течение года и быть господином на всей их земле. И все слушают одного. И не бывает у них ни зависти, ни соперничества. А на самом деле, не совсем точно два было консула. Но действительно, ежегодно они сменялись. То есть, смысл понятен. Здесь нет таких самодуров, как у селевкидов. Здесь республиканское устройство. И поэтому крайностей не бывает. Можно договориться. Тогда Иуда выбрал их поляма сына Иоанна, сына Ака и Ясона, сына Ильязара, отправил их в Рим, чтобы заключить союз и дружбу, и снять иго с иудеев, ибо они видели, что царство Эллинов порабощает Израиль рабством. Они отправились в Рим, а это путь весьма неблизкий, пришли в совет, взяли слово и говорили так. Вот их выступление в римском сенате. Очень интересный документ. Иудон же Маковей, его братья, а также весь народ иудеев послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир, и чтобы вы записали нас в число своих союзников и друзей. Все просто и конкретно. Такая речь пришла по душе римлянам. Ниже переписано то послание, которое они в ответ вырезали на медных дощечках, ну, то есть, чтобы навсегда, да, и отправили в Иерусалим, дабы оно служило иудеям, напоминанием о мире и союзничестве. Вот, иудеи, ребята, простые, деревенские, в общем-то, эти маковейские повстанцы, а у римлян сенат, поэтому у них гораздо более пространный и риторически выстроенный ответ. Пусть благоденствие сопутствует римлянам и народу иудеев на море и на суше вовек, а клинок и вражда пусть удалятся от них. Если нападут на римлян или на любого из союзников в любом уголке их державы, то народ иудеев сообразным обстоятельством приложит все усилия для помощи союзникам. Врагам их они не будут давать или поставлять ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей, как постановил Рим, и обязаны будут соблюдать свои обязательства, ничего не получая взамен. Точно так же, если нападут на народ иудеев, римляне должны будут по зову души выступить их союзниками, как им подскажут обстоятельства. И союзникам врага не будут давать ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей, как постановил Рим, и эти обязательства должны соблюдать, причем без обмана. Так, на этих условиях римляне заключили договор с народом иудеев. Если же впоследствии Италия и другая сторона пожелают что-либо прибавить или убавить, они сделают это в соответствии со своим желанием, и это добавление или изъятие будут иметь силу. То есть условия договора могут быть пересмотрены. Что же касается притеснений, которые царь Деметрий чинит иудеям, то мы написали ему следующее. «Зачем ты наложил тяжко игодные иудеев, наших друзей и союзников? Если они еще раз пожалуются на тебя, мы восстановим справедливость и будем воевать с тобой на море и на суше». Обычно такие предупреждения от римлян в середине II века до н.э. уже очень хорошо действуют. Но посмотрим, как среагирует Деметрий. Об этом будет 9 глава. Субтитры создавал DimaTorzok